Хочу вопрос как бы задать, да и напомнить, напоминание всегда помогает это повторение мать учения. Батюшка где наш сегодня? Все скажут, в Барнауле. А почему? А престольный праздник, то есть крестовозвиженская община. А почему она называется крестовозвиженская? Кто знает? Ну вчера приезжали в бульдозер, забрали Алексей. Вот стоит Алексей, помогал залить воду. Ну или приезжают взять Алексей. Это такое имя, которое встречается часто довольно. А уж Владимир там, это вообще Владимир Владимирович, даже Владимира, причем фамилия бы была. А у них Иванов Ивановича Ивановых в Москве пять тысяч примерно. А вот Игнатий мне за всю жизнь ни разу не встретился, к которому бы я обратился и сказал Игнатий. Мне даже странно, как бы я его назвал. А вот Господь так сделал. Мне Господь позволил. Это его милость Божия. В 1972 году, когда исчезла Потеряевка, мы сразу же в первый год стали приезжать сюда и ни одного года бы не пропускали. Потом мы меняли где-то, там на втором мостике были, коровники стоят здесь в низинке, а потом здесь обосновались. А тут рядом избушка стояла для пастухов. Почему мы избрали? Нужно было, чтобы ветер был, отдувал. Не занять какой-то плодородной земли. Там навозная куча была. Мы ведром ее растащили, ямы засыпали. Вот. И поменьше маленько были. Боялись всего. Потому что власть была другая совсем. Мы где-то в поле, они туда приедут. Приедут проверить, как мы здесь, не нарушили ли законы какие. Каждый год мы поднимали крест. Вот если кто к нам зайдет, где Володин дом сейчас. И там фотографии тех времен. Года за два до восстановления Потеряевки. Волобуева Александр Павлович. Он все годы приезжал. И там шалаши. Каждый шалаш на 10 человек. Палатки стоят. Роб вокруг каждый. Ну, маленький такой, чтобы вода стекала куда-то. И мы поднимали крест. Каждый год. А потом его где-то уходили вот сюда, где-то в лес. Привязывали к дереву, и никто не видел. А потом снимали, опять ставили. И где-то у нас было шесть так называемых подвалов, схронов. Где мы прятали одежду, надо спрятать. Ну, все, что у нас было. Пенопласт из него делали плод. И где-то закапывали. А крест поднимался один и тот же. И вот когда дело дошло до открытия общины, как-то все так получилось. Но до этого мы ходили в органы власти. Краевой, кажется, совет депутатов трудящихся и прочее. Чтобы нам отдали, там есть Меланжевый парк и стоял планетарий. Красивая маленькая церкушка. Ну, там планетарий, звезды смотрят. Но это церковь была. А кто она, откуда? Документы исчезли, нигде нет. И вдруг открывается. Христово-Звиженская община была. И оказывается, ну, у нас мы здесь родили, здесь все старообрядцы были. И оказывается, старообрядческая церковь. И настоятель был Игнатий Тихонович. Это вообще невозможно, чтобы столь редко совместилось. А два имени где-то дальше. Какое-то у него есть 28 мая. А я 28 мая, по старому рождению моё. Это что, случайно? Вот, понимаете, как к этому названию Господь нас подводил. И потом давал нам веру в это. Но всё это ещё вас не касается никак. Но есть то, что касается. Даже ты не желаешь это, а всё равно тебе касается. Случилось так, что после армии я не знал, куда поехать. А уже с бородой был. Да брата в Москве доехал до Самуила. Он меня увидел, испугался и заматерился. Я понял, что там только ночевать. Он, чтобы о Боге не говорили. То-то, другое. Я по карте посмотрел, куда ехать. Стал припоминать, в армии были у нас всякие. С юга, таджики, туркмены, узбеки. Но они, в общем, друг на друга похожие. И были эстонцы, латыши, литовцы. Это огромная разница. Те увели люди от работы. Моя твоя не понимаешь. Снег кидать. Кого понимать? Бери лопату. И эти, которые прибалты. Какие они самостоятельные. Какие труженики. Я подумал, поеду туда. А куда? Смотрю Ригу, поеду я туда. И вот так получилось, что там меня Господь нашел. И когда Он меня нашел. Коротко знаете, что я работал на корабле. Сдал экзамены высшее мореходное училище. Уже учусь. Экзамены сдаю. А все на душе неспокойно. У меня сила, здоровье. Ну, на море, тем более в морфлоте служил. И деньги, все есть. А на душе неспокойно. Я умру, это я знаю. Я буду в аду. Что в раю, меня никто не мог обмануть. Как сейчас, как попало, живет. Меня Бог сохранил. Отец говорил, хочешь пить, пей. Курить хочешь, кури, сынок. Но не воруй в карты, не играй. Узнаю, башку отшибу. Отец был не пустослов. И мы знали. И боялись, и Бог сохранил. А мать говорила, ты вот это не делай, сынок. Ты никогда не матерись. С женщинами не имея дела, пока они... И Господь сохранил. Как я благодарен родителям, что они это заложили. Страх Господень. И мать всегда посылала. Там, на конце деревни, жила бабушка. Как только у меня день рождения. Она мне посылала с пирогами. Видимо, что-то сварит. Вот такой я был. Отнести, чтобы она помолилась канон ангелу-хранителю. И вот здесь этот фундамент укреплялся. И в школе пить нельзя. А школа была за этими-то полями. А мы там же жили. Где Павлов дом рядом. Никита где был. На большой перемене мы бежали домой. Стакан воды выпить. И опять вернусь. Да и пока бегу, он у меня испарился уже. Какая температура там. Но это все помогало сохранять себя от этого мира. И после армии я стал все это припоминать. Где найти. Узнать истину. Там Старообрященская, Беспоповская была церковь. Город Лиепая. И я каждое воскресенье стал ходить. А настоятель говорит. Видит, что я ревностный такой. Как говорю. Каждый день прихожу до свидания. Две свечки покупаю. Божья Матерь и Христу. Божья Матерь для меня важнее. Почему? Я так говорю. Мать и сын. Ну кто старше? Мать. О Христе вообще ничего не было. Пасха. Все праздники у нас соблюдались. Посты строжайше знаю. С детства. А что он умер за меня. Что есть Евангелие. Есть Библия. Никто не говорил. Никогда. Душа моя ищет. А я не нахожу. Разные атеистические книжки покупаю. И там бывает нападает на Евангелие. Или на другие книги Библии. Глава стих. Я не могу понять. Что за цифра это. Господь вплотную подвел. И поймал на чем. Обязательно чем-то. Я много занимался изучением разных языков. В это время я уже считал газеты и прочее на семи языках. С русским считая. А Господь на это меня и поймает. И любил бабушек. Они какие-то обиженные. Вот они заброшенные. Они не знают еще. А я в окно смотрю. Вот в Барнауле был на квартире. Она сидит каждый день. Кто кусочек подаст. Ее родные выбросили. И тут я только сошел на берег. А шел в кино. С корабля. Бабушка идет. Сумки несет. Мне не надо, если я подскочил в сумки. И сразу спрашиваю. Баба, у вас где-то молятся здесь. Она говорит. А вот этот дом стоит. Я говорю. Крест. Ну все какое-то не такое. А это баптисты. Латыши. И вот первый шаг. Я зашел. А я с латышами живу. Разговариваю с ними. Я не понимаю. Подошел человек и спрашивает. А вы откуда? Я говорю. Дело в том, что я не понимаю. Откуда я с корабля. Как не понимаете? А разговариваете? Я говорю. Я этих слов не знаю. Там блаженные. Другие. Он говорит. А вот дверь. Это русское собрание. Я зашел. И тут я не понимаю. Когда я вышел. А у них блаженство были. Нитками мулины. На простыне. Написано на стене. За мной вышел один человек. Небольшого роста. Такой вот. Кто такой? Откуда? Я сказал. Ого Бог. Господь рыбаков любил. Господь рыбаков. А я не рыбак. Технический флот. А ты Евангелие имеешь? А что это такое? Вообще ничего не знаю. И он пригласил меня к себе. И это случилось. Я пришел к нему. 27 сентября. 62 года. Сегодня ровно 57 лет. Когда мне в руки дали Евангелие. За стол я не сел. А в другой комнате. В черном переплете. Вот таком. Герматиновом. Новый Завет. Я стал переписывать. Сразу гляжу. Нет. Тут все божественное. Не переписать. Я на 6 главе был. Считал. И еще не все понял. А они зашли. Ну и как я говорю. Такая книжка интересная. Это не книжка. Это книга жизни. И пригласили помолиться. А как молиться? Они рукой не кричатся. А что молиться? Ну и попроси своими словами. Что? А что просить? У меня все есть. Мне ничего не надо. Я понял, чего у меня нет веры. Они только перед этим меня спросили. Вот видишь такое? Они 50-ти были. Ну соединенные с баптистами. Когда заговорили на иных языках. Я говорю. Как? Сразу? Этого не может быть. Если я у них на втором месяце жизни начал по-латышски, а через 3 месяца уже разговариваю. Так 3 месяца. А это сразу. Он говорит. Ты не веришь в это. Вырвем листик. А ты не веришь в это. Вырвем это. От одни корочки останутся. Это простой такой язык. Я понял. У меня веры нет. И когда стоялись на колени, а я молюсь. Ну ветер-то идет. Они подумали. При бурном ветре. Как первая 50-ница-то была. Ну пусть хоть так. Достойно есть язык воистину. Богородица Дева Радости. И в это время я сказал. Господи. У меня нет веры. Что там написано. И Бог это дал. И вот это день для меня начало. Сегодняшнее воздвижение креста. Это начало. Может быть для кого-то из вас. Повторяю, что только в интернете у меня просмотров 41 миллион. И почти каждый день люди приходят. Вот мы нашли на вас. Вы мой духовный отец. Я ничего этого не знаю. Это делает Бог. Так что для меня этот день особенный. И для тебя особенный. И для тебя. А почему? Потому что через меня услышали. Твоя мать. Сестра Валентина. Она тоже ничего не знала. Через меня пришло. Так. Отца вашего сюда с матерью познакомить. Я его привез сюда. С Александром Ивановичем познакомился. Так что вы все до одного протягивайте ниточки, которые могут быть крепкими канатами. В дню воздвижения честного же творящего креста. Богу слава. Спасибо. Продолжение следует...